Триумф человека. Так называется выставка, рассказывающая о судьбах узников нацистских концлагерей. Стенды с фотографиями и документами разместили в центре украинской столицы. С ними знакомился наш корреспондент Александр Панченко. На зло Гитлеру, который подписал несмертный приговор, я выжила и сейчас живу на зло Путину. Два концлагеря прошла 92-летняя Анастасия Гулей. Когда ей было 17, нацисты вывезли ее на принудительные работы в Германию. Во время побега задержали польские полицаи. Так она оказалась в одном из крупнейших нацистских концлагерей Аушвиц-Биркенау. Через два года ее перевели в лагерь для смертников Берген-Бельзен. Когда разгружали эшелоны с евреями, которых отправили на смерть крематорий, включали музыку, чтобы они думали, что попали в рай, а не в крематорий. Оттуда вышло очень мало людей. Из Освенцима нас везли огромнейшим составом, а после освобождения, оставшись в живых, вывезли всего несколько автобусов. На выставке представили истории 30 узников концлагерей. В основе экспозиции фото. Также посетители могут ознакомиться с документами из нацистских фабрик смерти. Мы рассказываем о бывших советских военнопленных, об украинских националистах, попавших в нацистские концлагеря за свою борьбу с нацистами. Среди них Степан Бандера, который провел 4 года заключения в Заксенхаузене. Также рассказываем о попавших в концлагеря священниках. Елена Назаренко уже 20 лет живет в Италии. Говорит, российская пропаганда там хорошо поработала. На выставке ее внимание привлек стенд об украинских националистах. Они хочет рассказать итальянцам в своем блоге. К сожалению, именно сейчас, в этот день и 9 мая, благодаря российской пропаганде, по всей Италии проходят манифестации так называемого бессмертного полка. Это ужасно, даже смешно. Итальянцы не понимают этого, но тем не менее, эти акции проходят. В таких странах, как Италия, где не знают нашей истории, важно рассказывать правду. Главная цель экспозиции – показать, что даже такой мощной тоталитарной системе, какой была нацистская Германия, не удалось сломить людей. Что делает лагерь смерти? Он ломает человека, вселяет страх. А страх вызывает бессилие, унижение. Но они не сломились, и это удивительная история. Более того, среди этих судеб, представленных на выставке, много узников, которые были инициаторами протестного движения в том или ином концлагере. Последний стенд выставки называется «Освобождение концлагерей». Рассказывается о том, что мытарства многих узников, нацистских фабрик смерти, не закончились с окончанием Второй мировой. Многие попали в советские лагеря.